Добрый день! Вот и подходит к концу эта жарко-летняя неделя, и мы готовы представить подборку основных событий, произошедших в Иванове и области. Сегодня в выпуске. Губернатор посетил Заугарское в Ильинском районе. Стали известны первые результаты ЕГЭ. Единообразие вывесок. Еще раз о дизайн-коде. Почему ивановцам запретили купаться? Открывается 13-й международный кинофестиваль «Зеркало». На этой неделе губернатор активно ездил по области. С рабочим визитом он посетил Фурмановский, Заволжский и Ильинский районы. В последнем глава региона познакомился с работой Заугарское. Предприятие специализируется на молочном скотоводстве. Губернатору показали новый молочный двор и доильный зал. Рассказали о планах по увеличению поголовья скота, а также попросили помочь войти в одну из крупных торговых сетей. Уже год производитель бьется в закрытые двери. И такая проблема не только у него одного. Есть такая ассоциация всех торговых сетей страны «Аккорд». Не так давно ее глава к нам приезжал. Мы договорились, и были первые контакты наших сельхозпроизводителей с торговыми сетями. Мы договорились, что мы регулярно такие встречи будем устраивать. Я знаю, например, что несколько наших предприятий по итогам первой встречи им удалось договориться с федеральными сетями. Сейчас как раз обсуждали, что надо будет на очередную такую встречу просто организовать с пятерочкой. На этой неделе объявлены первые результаты ЕГЭ. Показатели по базовой математике и географии остались на уровне прошлогодних. Лучше школьники сдали литературу и профильную математику. Царицу наук профильного уровня сдали на 100 баллов 6 ребят, причем 5 из них учащиеся Ивановского лицея номер 33. Накануне экзамена по обществознанию, который проходил 10 июня, на цифровую инфраструктуру городского управления образования была совершена хакерская ДОС-атака. Злоумышленники пытались вывести из строя сайты школ и другие интернет-ресурсы Ивановской системы образования. Совместно с техслужбой интернет-провайдера проблемы удалось своевременно устранить. Дизайн-код подкрался незаметно. Несмотря на то, что уже больше года прошло с момента принятия решения введения единых правил оформления вывесок и два месяца с момента вступления документа в силу, многие предприниматели оказались не готовы. А между тем, с 17 июня начнутся рейды по улицам первой категории с исторической застройкой и наиболее строгими требованиями. В случае, если вывеска установлена до вступления в силу единых правил и есть соответствующее разрешение, оно будет действовать в течение трех лет. На этот срок бизнесмену проверок можно не бояться и копить на новую табличку. Нелегалам же грозят штрафы, а в крайнем случае и демонтаж конструкций. Это будет применяться в тех случаях, когда не действуют меры административного воздействия. Это очень маленький процент, но есть такие случаи. Там выносится соответствующее постановление администрации. Происходит демонтаж конструкции с дальнейшим взысканием затраченных средств. Купальный сезон в Иванове приостановили. В соцсетях жители активно обсуждают многочисленные случаи появления волдырей и сыпи на коже после посещения Ивановских водоемов. По одной из версий, это признаки циркориоза, возбудители острого заболевания, личинки паразитических плоских червей. Впрочем, это не больше, чем предположения тех, кто проводил выходные на городских пляжах. Напомним, официально разрешенных мест купания в Иванове три, по одному в каждом парке. На данный момент парк Степаново и парк 1905 года закрыли свои пляжи. После их подготовки к летнему купальному сезону, пока не были готовы результаты проб воды, которые делает Центр гигиены и эпидемиологии Ивановской области. У парка Харенка уже известно, что вода в нормальном состоянии и купание разрешено. А по парку имени революции 2005 года и имени Степаново пока результатов нет. Обещают через неделю эти результаты дать. Поэтому пока временно купание разрешено. На этой неделе на Ивановской земле стартует 13-й международный кинофестиваль «Зеркало». Открытие уже второй год проходит в Юрьевце на Георгиевской площади. Официальными музыкантами открытия станут композитор Игорь Вдовин и гитарист группы кино Юрий Каспарян. На площади Юрьевца прозвучат оркестровые версии легендарных песен Виктора Цоя и группы кино. И еще хорошая новость в тему. Три новых кинозала откроют в этом году в области. Ближе к киноискусству станут Приволжск, Гавпосад и Кохма. Средства в размере 15 миллионов рублей уже выделили из федеральных источников по результатам конкурсного отбора. Это все, о чем мы посчитали нужным и важным рассказать вам на этой неделе. Она была быстрой и совсем не утомительной благодаря праздничной среде. Смотрите полные версии сюжетов у нас в соцсетях. Звоните в редакцию, делитесь новостями по телефону 93-4009. Всего доброго, увидимся НРТВ.